С 1 июля вырастет квартплата. Какие суммы будут в новых платежках? Татарстанские таможенники задержали авиапассажира за крупную контрабанду валюты. Сколько долларов теперь можно вывозить? И жителям республики не хватает их отпускных. Как они планируют бюджет на отдыхе? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! С 1 июля в Татарстане вырастет квартплата. Первые платежки с новыми суммами за июль мы получим в августе. Последний раз рост тарифов был в декабре 2022 года. Он был в июле 2022 года, потом в декабре 2022 года. Спустя полтора года у нас произойдет рост тарифов с учетом предельных индексов. Тарифы должны вырасти, варьируя от 10,8% до 15,7%. Тарифы на коммунальные услуги. Все зависит от муниципальных образований, от городов. После индексации тариф за газ будет 7,47 рубля за кубометр. На электроэнергию 5,9 рубля за киловатт-час для города и 3,57 рубля для села. В домах с электроплитами 4,10 рубля. Обращение с твердыми коммунальными отходами. Плата за услуги в многоквартирных домах с 1 июля 108,8 рубля на человека. В месяц в индивидуальных домах 117,0 рубля с небольшим. Средний тариф на тепло увеличится на 10,8% и составит 2388,5 рубля за гигакалорию. Тариф на питьевую воду средний прибавил 11 с лишним процентов. Без малого 35 рублей за куб. Но цены тут могут отличаться и зависит от характеристик водозабора. Например, в Казани вода будет самой дешевой 29,41 рубля. В Алабуге самый дорогой 53,77 рубля за куб. Средний тариф на водоотведение. Канализация 33,81 рубля за куб. Вырастет он сильнее всего на 15,7%. Тут тоже тарифы в разных городах разные. Меньше всего в Челнах 23,28 рубля. Дороже всего канализация в Лаишевском районе 67,00 рубля. Новая квитанция будет дороже на 350,400 рубля. Татарстанские таможенники задержали в Казанском аэропорту мужчину за контрабанду долларов. Рушитель пытался вылететь рейсом Казань-Стамбул на поясе под одеждой. 57-летний мужчина прятал 80,000 долларов. Еще 1900 долларов в кармане куртки. Вместе сумма незаконно перемещенной наличной валюты в рублевом эквиваленте составила 6,5 миллионов рублей. Это в пять раз больше, чем разрешено таможенным законодательством к перемещению без письменного декларирования. Получается особо крупный размер. Поэтому в отношении этого гражданина возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств». С начала этого года сотрудники таможенного поста аэропорт Казань-Татарстанской таможни предотвратили уже 70 попыток незаконного перемещения валюты через границу ЕАЭС. Напомним, со 2 марта 2022 года из России запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10,000 долларов США. Казанцы в отпуске не могут расслабиться, рассказали они аналитикам HeadHunter. Две трети опрошенных продолжают решать рабочие дела на отдыхе, причем каждый десятый из этих 70% делают это всегда в каждом своем отпуске. Бросают все дела до конца отпуска, не читают рабочие чаты, не отвечают на звонки коллег, только 30% опрошенных. Чаще других работают в отпуске топ-менеджеры, производственники и маркетологи. Сами признаются, что это из-за повышенного чувства ответственности и большой нагрузки. Между тем, у местных отпускников есть еще одна проблема. 75% опрошенных работников недовольны отпускными выплатами в этом году. Чаще других страдают от маленьких отпускных выплат кадровые работники. Сразу почти 80% опрошенных жалуются на маленькие отпускные. Маркетологи – 78%, административный персонал – более 70%. При этом нет ни одной профессиональной сферы, где работники были бы полностью удовлетворены размером своих отпускных выплат. Еще татарстанцы рассказали, сколько они готовы потратить денег во время отпуска. Четверо из десяти – более 50 тысяч рублей. Еще 5% опрошенных потратят от 40 до 50 тысяч, а каждый пятый может позволить себе израсходовать на отдыхе только 30 тысяч рублей, не больше. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok